Добрый вечер, дорогие друзья! 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 Что под данную комбинацию? Надо какого-то хорошо... Хорошо собирающего в кружок героя. Того, под кого Никс мог бы нормальный подкоп дать. Да, и Нигма был бы классный, конечно, на Нави. Бруда будет для Натус Винсер. Вот так вот. Бруда для Натус Винсер. Значит, Никс Ассасин у нас никакой не Фанник. Фанник играет на Брудмазер. Хвост забирает себе Джаггернаут. Арт Стайл будет играть на Шадоу Демони. Никс Ассасин для Санейка. И Дэндж забирает себе Квапу. Ну и от Кхеров ничего удивительного. Не считая только, что Тренд Протектор будет у нас у Горца. Дред берет себе Феникса. Гадем будет играть на Дизрапторе. А Фонин же на Лешаке в Мидлейне. И Луна для Артеса. Ну что, пожелаем удачи нашим СНГ коллективам. Хелл Рейзер против Натус Винсер. Матч очень интересный. Я думаю, рубка будет серьезная. И станет понятно, кто тут вообще на каком уровне играет на данный момент. Нави пока не внушают доверия совершенно. Скажу откровенно, как бы не печально было это Константин. Коллектив Хелл Рейзер не видел в матче против Вега. Потому что в это время видел, по-моему, Альянсов или Нави. Короче говоря, Ашеров только сейчас буду на квалах Интернешнл наблюдать. До этого ничего так смотрелся коллектив. Вроде даже в порядке. Ну и по пику. Команда Нави набрала себе таких, честно говоря, одиноких героев. Как я смотрю, Бруда сама по себе будет просто выфармливать линию. И стараться разносить вообще в щепки весь лайн. А все остальные примерно такие же у нас. Одинокие Джаггернаут. Разумеется, ни от кого почти не зависит здесь. Квапа тоже сама по себе. Никс Ассасин тоже. Если подкоп даст по всем, то это хорошо. А нет, пойдет в Соло гангать. Ну и Шадоу Демон. В общую комбинацию. Ну такой тим какой-то файт. Тимфайт от Нави я прям и не наблюдаю. Индивидуально, да, они помощнее тут, наверное, каждого из ХР. Ну вот, собрать... Собрать всех в кучу у Нави никто не сможет. У ХРов есть такая история. Есть Горец на Тренд Протекторе, у которого есть Овергроус. А Фониджи, который АОЕ дэмэджем расковыряет здесь любого. Ну и, конечно же, Артез с Эклипсом. Куда деться? Да и Статик Шторм от Дезраптора там. Бет у Нави будет очень много. Если больше трех соберутся, траблы будут невероятны. Ну что, кто-то что-то рисует. Это, наверное, зрители разрисовали чат. Я тоже так умею. Окей. Гоу дальше. Дэнди на мид лейне против Афониджу. У Афониджи... Ничего, в принципе, нет. Цирклетка есть под... Под... Мэджик Вант, а у Дэнди... Нул Талисман. Дэнди дальше будет идти в батлу. В принципе, все по классике. Сплитос ловит у нас Дэнди. И Афониджи просто настреливает по Дэнди. И у Дэнди есть блинг. И блинг этот пришлось юзать. Дэнди, это еще хорошо, что второй левел капнул Дэнди. Афониджи бы так настрелял Дэнди, что бедняга бы... Если бы ушел, то только на дичайшем лоу хп. Горец уже нахватался здесь от артстайла и от хвоста. Да и санейка недалеко. Трипла против триплы. Нави отправили триплу в легкую. И Хейеры отправили триплу в сложную. Против триплы команды Нави. Они верят, что у них трипла посильнее. Может и такое на самом деле быть? Сейчас узнаем. Дред, в свою очередь, стоит соло на фениксе. И стоит против Фанника. Фанника относительно комфортная линия. Фанник поставил себе тут в центре вард. Если вдруг Дредд решит тем же ответить. Но пока у Дредда никаких вардов не имеется. Фанник, в общем-то, в комфортной ситуации. У Фанника уже 4 на 4. У Дредда 1 на 1. Ну, фармить Фениксу не так-то просто. Против Бродмаза. Дэнди на лоу хп. Афониджи на лоу хп. Разменялись здесь по хп. Обменялись любезностями, так сказать. И файт продолжается. У Дэнди до сих пор нет батлы. А у Афониджи ботл уже имеется. И сейчас надо либо обузить его, либо контролить руны. Афониджи, ну, в принципе, сейчас на топ-руну Афониджи может отправиться. Дэнди за ним. Артстайл в это время забирает у нас ФБ. И Артстайл на лоу хп. Артест его подстопил. Пошел Люсинбим по голове Артстайлу. И будут еще и Саней как-то гнать. Да, скорее всего, тут, конечно, Хейры в плюсе 100%. Даблкил делает Артест. На ранних минутах. Или Шрак забрал еще у нас какую-то там руну. Забрал руну богатства. Внизу у нас руна Хасты. Никто пока за ней не нырнул. У Дэнди нет батлы. До батлы еще тысячу... Тысячу миллионов триллиардов долларов. Нет, Дэнди не тысячу, а сто. Всего лишь копеек до батлы осталось. Афониджи будут цеплять. Дэнди. С Шаттайком. Есть Кремов Пейнт. Сплит у вас пошел по Дэнди. Ну и подстопить немножко Афониджи в принципе можно. И без этого в принципе разобрались. 2-2 остановится счет. Ашеры теряют свое преимущество. По голде и по экспириенсу. Нави впереди. 2-2 счет. 413 заработали за мидера. И Гадема будут тоже ловить что ли. Дизрапшин, если что, имеется уже у Артстайла. Приходит Афониджи. И Дэнди надо уходить. Здесь через Лайтнинг Сторм Дэнди все ХП сольют. Дэнди подстопили. Сплит-Ос не пошел от Афониджи. Поскупился на Сплит-Ос. Но наверное и не достал бы по Дэнди. Плюс блинк был у Квапы. А анимация Сплит-Оса она не такая уж и быстрая. Убежать можно было бы. Луна. 9 на 2. Против нее Хвост. У Хвоста 12 на 3. Хвост при этом у нас уже в таверне. Побывал. Узнал. Как выглядит боль. Ну и Фанник по чуть-чуть подпушивает Лайн. 17 на 10 у него. Против него Дредд. У Дредда 11 на 1. Фанник тут перефармливает своего оппонента. Дредду еще кстати и тараканы достаются. Дредд по Нетворцу здесь должен серьезно так проигрывать. 1050 у него и 1500 для Фаника. Ну в полтора раза перефармливать. В общем даже неплохо. Очень неплохо. По голде Нави выигрывает 1000 с копейками. По экспириенсу 750 в пользу коллектива НАТО Свинца. Артес настреливает по Хвосту. Ну Хвост в принципе здесь в безопасности. Джаггер видим через Плюсы и через Блейд Фьюри. Тут по примеру Лоды действует у нас Хвост. Или у нас новая абсолютная история. Начинается это у Джаггера пэт такой. Да видимо это у Джаггернаута у нас питомец есть. И броненосец теперь бегает за Джаггернаутом. У Джаггера все тут серьезно. Имморталовская анимация, имморталовский меч. Все это красиво и интересно. Но лишь бы Хвост тащил. Потому что в прошлой игре и в прошлых двух точнее играх Хвост оказался у нас ну... Около донным это как минимум. Плоховато отыграла вся команда Нави. Ну Хвост в частности там не тащил вообще никак. Дредд у нас пытается убежать от Фаника. Но Дредда развалили. Здесь Ливенгармором не вывести безусловно. Фаник через спаун Спайдерлингс развалил груду. Причем третьего левела Пауки у Фаника. Демеджа много. Да и количество Пауков нормально. Фаник должен быстренько спушить линию. На тебе Вард. Вот так быстро Фаник кстати в скейл Вард. Или Вард сам по себе закончился я так и не понял. Так Луна у нас проседает по ХП. Пошел файт. Артес. На получал уже очень много. Ливенгармор на Артесе. Еще и Семечка летит к Артесу. Немножко его подхилить. Хвост бежит за Артесом. У Артеса 380 мувспида. У Хвоста 355. За Мансил Артес. И Хвоста может еще и разобрать. Здесь Артстайл на лоу ХП против Горца. Семечка в Артстайл. Артстайл у нас 100% отъехал. Люсин бим от Артеса. И плюс еще один килл для мейнкерри команды Натус Винсер. И Санейка здесь же остался. Санейка придет. Файт. Ну так просто посмотреть как что-то происходит. В это время Дэнди приходит. Забирает у нас Луну. Дальше за Гаддемом. Глимса нет у Гаддема. Дэнди может бежать. Почему бы и нет. Скримов Пейн на Дэнди. И Гаддем ТПау делает. Правильный мув. Файт у нас закончился с разменом 2 в 2. 4-5 становится счет. Тут трепают нервы друг другу обе команды. Харасят нон-стоп. Файты бесконечные. Ну а с СНГ Дерби. Чего еще ожидать? Просто сумасбродно, ребята. Пьяная драка в пивнушке. Месси во все на все. Постоянно. Ну чтобы не расслаблялась ни одна, ни другая команда. Сря что ли собрались? Файты бесконечные. Выход у нас уже от Ортеса на Фаника. На нижний лайн. Фаник. Перемещается в лес. Делать здесь Фанику в соло нечего. В принципе, потому что развалить могут. И маны у Фаника нет. Кстати, 8-й левел у Фаника. А ульту Фаник не качал еще. Немножко она получала Ортеса от Пауков. Но на этом все закончилось. Кстати, глейвы не прокачаны. Поэтому можно драться. Фаник в инвизи. Фаник видит, что здесь происходит. Здесь Горец. Здесь Горец. И здесь Гадем. И Горцу настреляли по спине Спайдерлинги. Все равно им скоро умирать. Решает Фаник. И трипла перемещается вниз. И сюда уже подходит Санейка. И сюда подходит Артстайл. Вард стоит от команды Нави. Они видят, что здесь не имеется вижена у команды Хелл Рейзерс. Множится Пауки Фаника. В это время Хвост у нас там в соло против Дредда стоит. Хвоста есть, он не слэш. У Дредда как не будет карлсдайва. Можно будет и подраться. Ну что? Пошел у нас врыв от команды Нави. Дизрапшн отправили Гадема. Гадема могут попытаться забрать. За Гадемом у нас целая армия Пауков. В лес подкоп по Гадему. И Луну тоже забирают игроки команды Нави. Фаник даблкилл в этом файте делает. Киллинг спри уже для оффлейнера команды Нави. Счет становится 7-4. Нави давит. Ну потому что дави Нави. Иначе зачем вообще начинать было? У Фаника по Нэтворсу первое место. 3-300 для него. 3-300 у Дэнди. И 3-100 для Хвоста. По Нэтворсу вообще Нави 3000 выиграет у своих оппонентов. И Тауэр внизу тоже съедает у нас Грудмаза. На недосягаемой высоте скоро будет Фаник. 2-600 уже на руках. Уже есть 2-600. Денег много. Левел большой. На 9-й минуте Фаник тоже почти 9-го уровня. Можно покупать орки. Там можно собирать себе Фаник из тех, кто может себе позволить. Собирать, например, Дагон. Я неоднократно это видел в самых рассудительных коллективах. Даже в китайских. Айсайсайс, по-моему, кстати, с Дагоном там летает вообще на ура. И получается все более чем великолепно. Начинает фармлять вражеский лес Фаник. Он тут обосновался, я думаю, надолго. Видит Артеса Фаник. Надо, чтобы кто-то подтянулся. Но здесь подтянуться можно так, что и не вылезти отсюда. 4 игрока команды ХР на мидлейне. В спайдерлинге половину ХП сжирают Артесу. Почему так больно? Непонятно. Фаник застреет у нас в Кинетик Филд Диэс. Фаника просветили. Ну и здесь Бруду должны разваливать. Глимс назад Бруды. Бруда отдает 370 голды Гаддему. Ну и доедают Брудмазеровых детей. 670 по золоту зарабатывают ХР и 650 по экспириенсу. Тут Фаник немножко лишнего себе позволил, за что и был наказан. Ну как Артес сильно от спайдерлингов получал? Это же просто несерьезно даже. Тараканы, которые съедают луну. Да, на 10 минуте причем. Это не вторая минута. Не третья, даже не пятая. Луна отправляется у нас хилиться на собственную базу. Аквила появляется уже у Артеса. Давайте вообще по артефактам посмотрим. Лишрак у нас. Сота Фониджи с Аркан Бутсами, с Батлом. Есть у него Брасер у Феникса. Есть Транквил Бутсы, Мэджик Стик для Дредда. У Трэнд Протектора ничего кроме Тапка. И у Дизраптора ничего кроме Тапка. Нави в свою очередь. Шадоу Демон от Артстайла. У нас пошел файт на Мидлейне. Дэнди быстренько вышел на Фониджи. И минус Фониджи от команды Нави. 8-5 становится счет. У Дэнди уже есть Огрклаб. Дэнди то ли в БКБ, то ли в Аганим. Попозже, я думаю, узнаем. На всякий случай сейчас Огрклаб не будет лишним. Дэнди переживать тот дэмэдж, который Ашеры будут вливать. Хвост уже приобретает себе Мордив Маск. И есть у него Аквила, есть Фазы. Никс Ассасин от Санейка. С одними Арканбудсами. Ничего больше. И у Бруды появляется Хенд оф Мидас. Фаник у нас нафармил, чтобы больше фармить. В принципе нормальная тема. Потратить на Мидас он все равно не будет... Большую часть не будет появляться в замесах массовых. Его задача одна. Его задача очень простая. Прийти на линию и спушить эту линию, пока на замесы разводит команда Нави своих оппонентов. Джаггернаут в это время забирает Феникса. Забирает его через Omni Slash. Не поскупился хвост и приобретает себе Мом. Выход на Т1 от команды Нави. Хилингвард первого левела, Блейд Фьюри второго. В один Блейд Дэнс. Ну и здесь еще и дополнительные штуки от хвоста в виде плюсика. Хвост на Т1. Хилингвард сразу за собой и бежать отсюда. Дредд вряд ли будет гнать хвоста, потому что в соло уже огреб от хвоста. И все, хвост теперь может перемещаться в лес. Может фармить здесь, не забирая линию у Нави. Не забирая, например, деньги. И не только деньги, еще и экспириенс очень важный для саппортов. Да и деньги. Тут все важно для саппортов. Виндетту входит у нас Никс. Врыв будет на Дредда. Хвосту было бы чем разобрать. Дредда у нас пытаются зацепить. Карабаси провязал у нас. Санейка, но Дредда только потом ударила. И Санейка на лоу хп. Подкоп по двоим. Взлетает у нас артез. Санейка сразу же тп аут. И получается. Люсинбим от Луны был, но... Здесь вне зоны Вижена находился Никс Ассасин. Санейка прилетел, Санейка улетел. Класс. Я так ждала тебя, Вова. Тренд протектор поставил Вижен, потому что Хейеры будут пушить тава. Подойти Нави могут. И, кстати, будут этим заниматься. У Санейка Виндета через 14 секунд. У Артстайла. Седьмой левел есть ульт. Пока что просто задувает поизон. Шадоу поизон. Ну и Денди с ультом. И Хвост через секунду будет с ультом. Все. Отходит команда Хейер. Разбегаются по своим линиям. А в это время то, о чем я говорил. Фаник уже почти доедает Т2. Фанику плевать на все, что там происходит. У него своя дота. У него своя игра. И... Только ему она принадлежит. Ну и таким же, как и он, вы поняли. Вот. Бруда у нас продолжает диверсионные группы на нижнем лайне. Диверсионные, точнее, операции на нижнем лайне. Бруда и есть. Диверсионная группа в одном лице. Через спайдерлингов Фаник постоянно зарабатывает. Зарабатывает деньги. Постоянно зарабатывает экспириенс. Сам может не появляться. То есть за него все сделают паучата. Дредд пошел настрелить по паукам. Но здесь деньжищ капнуло Дредду, конечно, миллион. Хвоста ловят. Хвост в Стадик Шторме. В Кинедик Филде. Не знает, куда деться. Прячет его Арт Стайл в Дизрапшн. Хвост вырывается на горца. Ульта у нас очень неплохая от хвоста. Хвост проюзал ульту. Развалил горца. И за Артесом дальше не побежал. Один в ноль подрались с Нави. Эклипс от Луны оказался не очень на самом деле. Потому что почти весь залетел у нас в хвостах. Хвост в то время был в Блейд Фьюри. Гаддема тоже должны разваливать хвост. Под Хостой. Ой, под Хостой. Под Момом. Залетает по-быстренькому в Гаддема. Минус два делает Дэнди в этом файте. И забрали еще и Тренд Протектора. Три в ноль дерется Нави. Нави зарабатывают здесь кучу денег. Продолжают наращивать свои преимущества. Десятка на 15-й минуте по золоту. И по экспириенсу 7,508. Ну, не знаю, что тут. Срадоваться или горевать. Хер мне не казались никогда самым серьезным коллективом. Ну, и тут Нави на их фоне смотрятся очень даже хорошо. А вот появились Лондон конспирессии. И Нави раз как-то и не очень. Поэтому тут непонятно. То ли на фоне Ашеров так хорошо смотрится коллектив Натус Винсер. То ли и правда взялись за ум. Нельзя адекватную оценку дать. Ну, давят сильно. Давят очень даже сильно. На 15-й минуте 10 тысяч. Это дохрена. И по экспириенсу десятка тоже на 15-й минуте. Точно так же дохрена. Бруда провязала ульту. Рошану тут достается. Так, у кого у нас есть медальон? Ну, наверное, у них с Ассасина. Да, с Анюта медальон вешает на Роху. Роху забирают. И Рошана убивает Нави. Джаггернаут забирает себе Аэггис. Понадевался. Хвост, конечно, модник еще тот. У Фаника 2-100 на руках. В принципе, можно уже идти либо в Оркет, либо в Дагон. Фанику по чуть-чуть. А можно, в общем-то, например, собрать Некрономикон. То есть Некрономиконами пушить в два раза мощнее и сильнее. Если на Фаника нападают, Фаник дает сдачи любому с Некрами. И Вен Вис, прячься, пожалуйста. И Луна не пробивает, потому что здесь паучата впитывают в себя весь Эклипс. Ни плюс Некра, которых случайно может кто-то убить из Хейров. Если вдруг будет такой дэмэдж у них до конца игры. Много всего, конечно, у Бруды есть. На будущее и в перспективу. Ну и Лайн, скорее всего, спушится. Хотя Тавер вот нечеток отдефался за счет Рэнд Протектора. Горец времени зря не теряет. На Горца пошел на срыв. Себя теперь похил Горец. Горец уходит отсюда. Уходит на собственный Фантан. Артес пришел пофармить Брудмазерских паучат. Ну, Фаник очень заботливо отводит их. И сейчас посмотрим, что будет, кстати, с Артесом. Артес-то без артефактов, в принципе. У Артеса нет Вижена. Ну все, Артесу тут просто задница. Врыв пошел у нас в Артеса. Смотрите, что с ним происходит. На тебе, Артес. Это мейнкерри команды Хейр. Да, там потеряли Фаника, игроки команды Нави. Но Артес знал, что здесь есть Фаник. Знал, что Фаник куча... Кучу левела, кучу экспириенции. Знал, что всегда с ним есть пауки. И просто так опрометчиво подошел. Ничего мне не будет. Не вижу зла. И тут на тебе из паутины вдруг взялся паук. Спрашивается, откуда он там? Как он там оказался? Фаник в это время еще и лайн спушивает. Дополнительный бонус. Ну, по Нетворцу Фаник на первом... На втором, точнее, месте. Отстает от хвоста всего лишь на 300. И Дэнди уже на третьей позиции. Дэнди от хвоста на тысячу почти отстает. По фарму Нави тут на недосягаемой высоте. 18,5 минут сыгранно. 14 тысяч выигрывает Нави по золоту. И по экспириенсу 12,5. Давайте пробежимся по артефактам. Бруда купила себе БКБ. Хвост собрал себе Манта Стайл уже. Только надо принести себе... Ну, или не принести. Просто продать топорик и купить себе Алтимай Торт. Или Курьера отправить, в принципе. В принципе, почему бы и нет. Кстати, куда там навичный Курьер делся? Почему у них летают... Эм... Имперер Айс оф Санейка. Так называется Курьер. У меня есть такой легендарный Курьер. У Нави же свой был Курьер. Личный. Это тебе и Хорек, и Ворона, и... Вроде бы все так к нему привыкли. Нави тут решили стандартным Курьером пользоваться. Ладно, это их личное дело. Брудмастер с БКБ. У Бруды также есть Солринки. Есть Хенд оф Медас для Фанника. Никс Ассасин от Санейка. С медальоном в Кураж. Есть Аркан Буццы. Солар Крест ждем от Санейка. Вещь полезная. Дэнди. С БКБ у Дэнди больше по серьезным артефактам ничего нет. 1700 у Дэнди по золоту на руках. Для Джаггера. Есть Манта Стайл. Есть Маск оф Мэднес. Фейс Буцы. Есть Аэгис для Хвоста. Ну, Манта Стайл. Понятное дело. Тренд Протектор. Это раз. И Луна. Это два. То есть, Эклипс тебе, пожалуйста, дэмэдж впитывает иллюзии. От Овергроу с Тренд Протектором избавляться. И Шадоу Демон. Тоже с медальоном в Кураж. Есть Аркан Буццы для Арт Стайла. Так, у нас Дизраптор приседает по холлс-поинтам. У нас Файт нашел на Энштах команды Хелл Рейзерс. Хвоста убили. Забрали у него Аэгис. Дэнди под БКБ. Упрыгивает отсюда. Встает Хвост. Хвост готов драться? Или не готов? Непонятно вообще. Глимсует назад Хвоста. А теперь Дирис не хочу. Нет, Манта Стайл от Хвоста. И выйдет Глимс у нас Хвост. Вот еще зачем Манта Стайл. Тоже вещь более чем полезная. Файт закончился ноль в ноль, по сути. Не считая убийства Хвоста и потерянного Аэгиса. Но это ни по голде, ни по экспириенсу. Никакой пользы команде Херр не приносит. Правда, моральное удовлетворение, я думаю, не получили. Наказали Хвоста за всю бой. Полторы тысячи уже у Фаника на руках. Фаник сейчас уже, мне кажется, Хвоста и обгонит. Пора бы. У Дэнди, у Алтимейт Орп, я думаю, что в Хекс, скорее всего, будет выходить Дэнди. Поставил Кинетик Филд Гат Дэм в никуда. Арт Стайл. В это время с Аркан Бусами и Медальоном бегает. Но еще Арт Стайл может себе позволить купить гем. Пытались поймать у нас Дэнди и поймали таки. Дэнди, Дэнди, что сделал? Дэнди провязал БКБ. Дэнди не захотел глимсоваться, не нравится ему там в Кинетик Филде против пятерых драться. Его можно понять в этом вопросе. Но второй раз Дэнди, я думаю, что может и подставиться. БКБ все-таки долгий КД здесь имеет. В это время Фаник еще позвал с собой Санейка, позвал с собой Арт Стайл и говорит, пошли покажу, что есть. Отправились вниз. Ну, тут пуш перемещается на Мидлейн от команды ХР, поэтому и Фанику неплохо было бы здесь находиться. Веб есть у Фаника, поэтому можно ставить на Мидлейн и Дракум начинать. Паутина пошла от Фаника. Готов врываться в Артеса. БКБ, если что, есть у Фаника. Артес в соло просто здесь сгорает. Пытается уйти Артес. Спайдер Линкс от Фаника минус Артес. Мейн керри просто сыпется. Киллингс при от Фаника. Киллингс при от Хвостат. Здесь же остается у нас Тренд Протектор. Потеряли одного единственного Санейка. И четверых забирает коллектив Нави. 1700 они зарабатывают по золоту. 3900 зарабатывают по ХП и гоу пушить Мидлейн. 22 минуты. Пока что у команды ХР очень туманные перспективы в этом матче. Мало было демэджов от Фаника. Очень мало. Фаник решил закупиться еще и Дезолятором. Чтоб этого рам было не по себе. Не только героем. Артес и так уже ощутил на себе мощь оффлейнера команды Натус Винсер. Тут Фаник хорошо отыграл. Безусловно игра тут большая часть мне кажется эффекта от пика Нави лежит на бруде. Последним забрали бруду. И Фаник на ней смотрится прям прям на загляденье. Ну и если бы Никс, например, был для Фаника, не думаю, что был бы такой вот мощный профит. Теперь с этой брудой вообще не ясно, что делать. БКБ она включает и под Дезолятором с собственным вампириком бруду просто-напросто нечем будет убивать. Луна, она собирала себе Яшу. Есть также у Артеса Мордип Маск. Много ли это дает, спросите, Луни на 23-й минуте? По-моему, не очень много. У Луны 10-й левел, в это время у бруды 17-й. То есть в соло драться нельзя. Ну и поймали у нас еще и Горца. А Горец не успел даже в Инвиз уйти. Больно, конечно, Горцу. А если бы ушел в Инвиз, ну и что бы было? Нет, это не Инвиз, по-моему, Горец... Да, Горец Инвиз хотел провязать или Овергроуз, что-то из этого все равно не сработало. 7 на 19. 450 голды поднимает Нави за это убийство и по графикам они уже на 20 тысяч опережают своих соперников. По экспириенсу более чем на 20. Да и по голде графики обновились. Видим, что 20-ка плюс для команды на Тусвинс. Фаник отходит. Отходит от статик-шторма. Отдает, правда, своих детей. Что ж ты за мать-то такая? Фаник потерял всех своих спайдерлинкзов. Пошел новых зарабатывать. Нормально. Ну, паучиха. Что с ней взять? Она и самца после спаривания съедает. Если что. Ощущение, что Фаник тут с Ортесом поспаривался уже раза 4 просто. Мы, правда, это не видим. Дота нам не показывает этого. Но вот как Фаник съедает Ортеса, это, конечно, видно. Так что, если иметь некую долю немножко больной фантазией, то можно и понадумать себе. Ну что, у Фаника все классно, конечно, по голде. Фаник у нас на первом месте. 14 тысяч общий нетворс. Выфармливает полностью вражеский лес. То есть для Ортеса никаких вариантов. Совершенно нет. Чтобы где-то фарм свой и экономическую ситуацию исправить. Поэтому, конечно, команда ХР тут просто на соплях она дерется. У них не получается драться, потому что нет никаких нормальных артефактов. У них нет нормального левела. У них вообще толком ничего и нет. Фаник на Т3. Пришло время Тавера. Глиф, точнее, есть у команды ХР. Но пока что Левенкармором отделались. Ну и далеко не уходит Фаник. Ждет своей очереди. В принципе, Афониджи можно будет сожрать. В это время Нави по топ-лейну идут. Я уже забыл как-то, что у Нави кто-то еще кроме Фаник играет. Что, а еще есть пацаны, да? Да, есть еще пацаны. Они тут вчетвером на топ-лейне. И Дэнди пошел за руной ДДшкой, как будто мало было дэмэджа от Дэнди. Ну и Нави подпушивает топ-лейн. В это время Фаник, в принципе, может на мид переместиться, может на топ переместиться к своим друзьям. Да, Фаник перемещается на топ-лейн. У него все хорошо получается. Поможет, научит ребятам, ребят пушить. Так, а где, кстати, сам Фаник-то? Фаник у нас под БКБ, под собственной ультой. Эммм. Глимсовали назад его, я так понимаю. Да, глимсовали назад, БКБ провязал, чтобы не встрять. Фаник и уходит отсюда. 27 минут сыграно. Бога Алдена, Нави. 25 тысяч по экспириенсу, более 25. Ну что, Ортес решил подфармить здесь. Ему помогает. Если что, тренд протектор. Врыв пошел у нас в Ортес, тренд протектор. А ну-ка, помогай. Покажи, как это делается. Нет, тренд протектор, понятно, здесь не помощник. Горца развалили, развалили Луну. И теперь просто заходи на любую из линий и пуш. 3 в 5. Драться Хэром не по шансам. Им до этого было не по шансам. 5 в 5 драться. Так, байбэк у тренд протектора, конечно же, отсутствует, хотя немного денег не хватает у Луны. Нет байбэка тоже. И все, теперь просто забирают Дреда. В Хиксе у нас Дред. Дред в таверну. Хвост на Лу ХП Дреда сразу же байбэкается. Нормально. Началась вся эта львиная ерунда. Ну, Дред будет, конечно, файтиться, но тут, мне кажется, не по шансам. Кинетик Филд и Статик Шторм в никого вообще хвоста вернули. Немножко тут побыть в Статик Шторме на собственной шкуре и испытать. У хвоста есть Эйджис, поэтому хвоста можно и разменить. Сейчас встает хвост, у него готовый он не слэш, просто заходи на хайграунд и всех выноси. Прыгает на фоне же у нас хвост, переключается на горца и еще и на Дреда. Даблкил от хвоста дальше по Дреду навалит. Ну, здесь Феникс Сан развалит. Триплкил от хвоста. И Артес. И Фаник забрал этот килл. Что такое, а, Фаник? Ну, Фаник решил показать, что он тоже в этой игре принимал участие и очень даже не непосредственно. Ну, Фаник красавчик. В этом вопросе, конечно, запотел тут просто на 5 с плюсом. 26 на 7, 28 минут хватило на вид, чтобы развалить команду Хэл Рейзерс. 30 тысяч полуалту Нави и по экспириенсу более 30 тоже. Коллектив Натус Винца. И что теперь с Хэрами? Конечно, с Хэров интересно было бы что-то посмотреть, но здесь они ничего не смогли. По такому пику, по такой реализации от Нави Хэры натерпели здесь. Ну, сейчас, я думаю, все будет нормально. Для Хэров надо хоть какие-то ошибки извлекать и уроки извлекать из данной ситуации. Нави их прощать не будут. Здесь тот случай, когда против соперника из других стран и из других вообще локальных каких-то зон проигрываешь как рахитка, а как со своим биться так просто до кровищи. Молодцы, Нави наказали Хэров, ну и ждем от Хэров ответную реакцию. Так, не забывайте, кстати, фоллоу нажимать на нашем канале на Твиче, заходите в группу ВКонтакте, Ютуб, но первоочередной, конечно же, Твич. Это студия Игрокам ТВ, для вас работает друг, сегодня еще матч против Хэров от Natus Vincere и после этого Нави против Vega Squadron, посмотрим, как Нави смотрится против другого российского коллектива. Пока что небольшая пауза, пересоздаем лобби, перезаходим и услышимся через 5-6 минут. Не переключайтесь.